МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского района. Сегодня в выпуске вы увидите. Глава района вручил юбилейные медали медицинским работникам. Очень приятные события, чувство переполняет. Хочется, конечно, трудиться на благо Ленинского района. Профилактический рейд по несанкционированным торговым точкам. Мусор уберете? Да, уберем. Быстро? Когда? Сегодня? Да, прямо сегодня уберем. Расскажем об очередном проекте, выдвинутом на соискание премии «Наша Подмосковья». Инициатива исходила от жителей поселка Развилка. Глава района Валерий Венцель побывал в Видновской поликлинике для взрослых. Повод для визита был самый приятный. И чествование лучших сотрудников медицинской сферы муниципалитета. На четвертом этаже в конференц-зале Валерия Николаевича уже ждали сотрудники Видновской районной клинической больницы. В своем приветственном слове руководитель местной власти отметил, что в жизни муниципалитета наступают новые времена. Мы постепенно возвращаемся в ту структуру организации управления, которая у нас была в Советском Союзе. Не самая плохая, на что мы сейчас равняемся. Почему? Потому что там в первую очередь ставилось самое важное. Это организация самого процесса. И во главу угла ставился, конечно же, в первую очередь человек. Вот эта вот система управления, она позволит нашему динамично развивающемуся муниципалитету находиться на высокой планке перед собой, ставя цель вернуться к тому состоянию, когда муниципалитет входил в первую пятерку муниципалитета Московской области. Валерий Венцель представил коллективу нового руководителя клинической больницы – Бутая Гайдаровича Бутаева. А после они вместе вручили юбилейные медали лучшим медицинским работникам, среди которых Жанна Георгиевна Кропивницкая. Имею за 45-летие в городе Визе первую, вторая 50, третья 80, предыдущих три меняю на орден. Полвека эта женщина посвятила себя помощи людям. И после окончания мероприятия она спешила на работу. Всего в это утро медали к юбилею Ленинского района получили 30 сотрудников больницы. Очень приятное событие, чувство переполняет. Хочется, конечно, трудиться на благо Ленинского района. Коллектив Видновской районной клинической больницы всегда отличался высоким профессионализмом. После завершения торжественного мероприятия новый главный врач Бутай Бутаев сказал несколько слов о той работе, которая уже намечена на ближайшее время. Первое действие было объездить все амбулатории, абсолютно все, ознакомиться на месте с проблемами и положительными моментами. Еще очень важное, на что мы обращаем внимание, я в частности, это на доступность медицинской помощи населению. Соответственно, есть уже некие мысли и планы. В первую очередь, это все-таки узкие специалисты, которых не хватает на местах. Мы уже разработали график, что это все начнет действовать со следующей недели. Есть у нас мобильные бригады, которые будут ездить в амбулатории. Сотрудники Госадомтехнадзора, отдела потребительского рынка администрации Ленинского района, а также управление жилищно-коммунального хозяйства проверили торговые точки, расположенные на Володарском шоссе. О том, какие нарушения были выявлены в ходе рейда, расскажет Екатерина Коваленко. Володарское шоссе – трасса с большим автомобильным трафиком. Здесь ежедневно проезжают тысячи автомобилей, поэтому неудивительно, что здесь расположены многочисленные придорожные торговые объекты. Различные промтовары, цветы, продукты питания – чего здесь только нет. О том, насколько правильно ведут свою деятельность представители подобного бизнеса и нет ли у них нарушений, узнаем благодаря сегодняшнему рейду. В составе комиссии сотрудники госадмотехнадзора, отдела потребительского рынка администрации Ленинского района, а также управление жилищно-коммунального хозяйства. Первым местом остановки стали торговые объекты вблизи деревни Мисайлова. Здесь на семисотках ведутся строительные работы по монтажу павильонов. И вот первое нарушение – забыли установить забор. Строительная площадка всегда огораживается. После этого начинаются строительные работы только. А здесь завезли уже павильоны и все остальное, и уже установили, а строительный объект до сих пор не огорожен. Бросается в глаза и общая захламленность территории. Составляется второй протокол об административном правонарушении. Штраф в данном случае в отношении физлиц – от 3 до 5 тысяч рублей. Если нам собственник земельного участка до комиссии предоставят фотоматериалы с ликвидацией данных правонарушений, то будет минимальный штраф, так как привлечение будет в первый раз. Идут навстречу и представители хозяина объекта. Они заверили, что обязуются соблюдать чистоту. Выявили мусор в неположенном месте и на другом нестационарном торговом объекте. Здесь у владельца участка есть договор на вывоз отходов, но, по его словам, не досмотрели. Впрочем, какими бы ни были отговорки, это нарушение, а значит, выписывается штраф. Также есть ряд нареканий, в том числе по внешнему виду. Впереди повторный выезд на эти торговые точки. Комиссия должна убедиться, что все предписания выполнены. Екатерина Коваленко, Александр Будников, Елена Кушелева, Видное ТВ. В Ленинском районе состоялся очередной рейд госавтоинспекции под названием «Детское кресло». Сколько нарушителей смогли выявить сотрудники, узнаете из нашего сюжета. Место проведения рейда «Детское кресло» – подъездная дорога к торгово-развлекательному центру «Вегас». Было выбрано не случайно. Именно сюда часто приезжают родители вместе со своими детьми. Профилактическое мероприятие проводится, чтобы напомнить водителям об их ответственности за безопасность перевозки маленьких пассажиров. Сотрудниками госавтоинспекции проверялись автомобили, где находились маленькие детки. Тем родителям, которые перевозили детей в специальных детских удерживающих устройствах, детишкам вручались листовочки, благодарили за безопасность. Агитационные листовки содержат информацию о правилах перевозки детей на автомобили. Также на всякий случай здесь указаны контактные телефоны экстренных служб. «Это экстренные службы есть там на обороте, потому что надеюсь, чтобы они вам не пригодились, но тем не менее, всегда у нас так бывает, что человек может растеряться, а это всегда пускай с вами будет». Водители считают, что подобные рейды необходимы, а думать о безопасности детей нужно всегда. «Заранее, заранее. Прежде чем посадить в машину, сначала приобрел песню». Но всё же за время проведения рейда в отношении двух водителей был составлен административный протокол. Теперь за перевозку ребёнка без удерживающего устройства они будут обязаны оплатить штраф в размере трёх тысяч рублей. В начале лета стартовал социальный проект «Маленький пассажир. Большая ответственность», в рамках которого сотрудниками госавтоинспекции проводятся профилактические мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности на дорогах. «Мы ещё раз обращаемся к нашим родителям, к нашим водителям. Перевозите детей в специальных детских удерживающих устройствах, используйте детские кресла системы «Изофикс». И не забывайте, что самое главное у нас в машине – это «Маленький пассажир». Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Губернаторская премия «Наши Подмосковья» призвана поощрять инициативных людей, которые создают и поддерживают социально значимые проекты. Один из них был реализован жителями посёлка Развилка. Здесь была выпущена необычная книга. Одним из первых её открыл Максим Козлов. Посёлок Развилка богат талантами. В Развилковской библиотеке на одной из полок рядом с другими изданиями появилась ещё одна книга. В неё вошли различные произведения более чем 40 авторов в возрасте от 8 до 89 лет. Инициатива исходила от жителей посёлка Развилка. То есть нас никто не заставлял, нас никто ничего не требовал. Вот мы на энтузиазме в это включились, и каждый сделал то, что мог, и вот у нас уже получился результат. В книге, получившей название «Из Развилки с любовью», собраны произведения различного жанра. Статьи, стихи, воспоминания. Есть даже былина и баллада. Здесь немало иллюстраций, рисунков, репродукций живописных картин, фотографий. В сборник вошли произведения тех людей, которые являются нашими соседями, нашими коллегами. Мы порой, живя рядом с человеком, не знаем, что он достаточно интересен. Мы просто «Здравствуйте, до свидания». А прочитав эту книгу, кто-то узнает больше о людях, его окружающих. Работа над книгой длилась два года. Зинаида Ивановна Васильева, вдова жителя Развилки, писателя Юрия Николаевича Васильева. Он выпустил книгу «Пропавшие без вести» о Великой Отечественной войне. Зинаида Ивановна в память о муже передала для книги «Из Развилки с любовью» один из его рассказов. Он сам закончил Куйбышевский индустриальный институт. Ну, по разработке нефтяных и газовых месторождений. Здесь, в Москве, он закончил аспирантуру. Я никак не могу добраться до всех его архивов. Он с молодости писал рассказы небольшие. В настоящий момент выпущено только четыре пилотных экземпляра книги. Сейчас совместными усилиями в них вносятся правки, чтобы уже основной тираж отпечатать с их учетом. Собирала материал и делала верстку Ольга Кузьмук. На взгляд авторов получившийся сборник выше всяких похвал. Да, Ольга Леонтьевна мне эту книгу дала в руки. Ну, то есть, меня она поразила просто своей красотой, честно. Вот. Мне было очень приятно с Ольгой работать. Если, даст Господь, и будут какие-то продолжения, если ее хватит на то, чтобы с нами с кем-то еще возиться, и какие-то еще архивы народ свои поднимет, да, и что-то мы вместе еще такое создадим, вот я бы Ольге доверилась на все сто процентов. С финансированием тиража книги помог в НИИ ГАЗ. Пока собираются выпустить не более ста экземпляров, но, скорее всего, получится значительно больше. Кстати, и губернаторскую премию нашей Подмосковьи в случае победы планируется потратить на дополнительный тираж. Максим Козлов, Александр Будников, Сергей Ларин. Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова